Если мы не чистим пространство вокруг себя, мы оказываемся просто под душем из помоев и никакой информационной работы мы не можем вести среди людей, которые вот эти помои источают. Они испорчены этой информационной средой. Они постоянно будут ее портить дезинформацией, оскорблениями, клеветой. Ну вот черти за язык дергают людей, они превращаются в их слуг. И на мой взгляд каждый из нас, работая в социальных сетях, в интернете, должен для себя очищать пространство, в котором хотя бы какое-то общение возможно. Хотя бы какая-то работа возможна. Я поразился разности, вот я давно этим занимаюсь, и на своем видеоканале я такую чистку провожу, ну и вообще на всех ресурсах, которых я касаюсь, я провожу чистку, ну самую жесточайшую. Стоит человеку выругаться, он больше никогда на мои ресурсы не придет. Стоит кому-то выдать очевидную дезинформацию, я тоже, ну если человек там заблуждается, я пытаюсь ему что-то обсудить, если он не вменяем, вот, ну например, говорит, Христос был еврей. Для меня это все, значит, человек не существует для меня больше в этом пространстве. Если он настолько дурак, если мне ничего невозможно объяснить, все, он просто удаляется навсегда. Вот если мы не будем очищать, вот я сравнил свой видеоканал, там дискуссии тоже могут быть жесткие, туда тоже приходят иногда полные идиоты, и они удаляются очень быстро. И то, что я увидел, просто заглянув на канал «Нейромир», поскольку там дал интервью, хотел посмотреть, как там получилось, как кадр сформировался, как это со стороны смотрится, и, естественно, мой глаз упал на комментарии. Я просто ужаснулся, что там творится. То есть это действительно просто бесовщина. То есть это даже читать стыдно, стыдно, все равно невозможно, невозможно это читать. То есть это среда, абсолютно зараженная вот этими бесами. И нам в этой среде ловить абсолютно нечего. В этом потоке нечистот выловить своих соратников, просто разумно рассуждающих людей, невозможно. И, следовательно, перед нами стоит задача всяческой чистки наших ресурсов от людей, которые не способны к рассуждению, которые не задают вопросы, например, если им что-то не ясно, а утверждают то, чего они не знают, знать не могут, или знают из недостоверных, лживых источников. Чаще всего это касается истории России. Полно всяких конспирологических выдумок. Кто-то в качестве гипотезы публикует, а другие начинают распространять, как вещь совершенно достоверную. Например, о том, что Николай II был полностью подчинен финансовой системе, созданной Рокфеллерами. Откуда это, с какого перепугу эти глупости писались? Ну, кто-то, может быть, действительно фантазировал. А потом это начинает распространяться. Ну, кто же не знает такого очевидного факта? Нам, конечно, надо эти факты, так называемые «факты» в кавычках, разоблачать. Те, кто способен понять, что все это выдумки, кто способен отделить настоящую историю России от выдуманной, тем потенциальные наши соратники. Кто не может, с теми надо расставаться и не надо тратить на них время. Некоторые говорят, давайте работать с массой, нам надо привлечь массы. Массы уже, как таковой, не существует. То есть есть вот этот поток нечистот, который льется из голов, заполненных всяким мусором. И с ними работать бесполезно. Если мы не находим своих, то мы не находим тогда вообще никого. То есть информационная работа – это поиск соратников, а не поиск воздействия на какие-то массы, миллионные аудитории. Эта аудитория абсолютно не дееспособна. Она уже убита телевидением и дальше будет убиваться. Соответственно, наша работа через социальные сети – это внимательный поиск соратников. Даже не тех, кто уже, есть те, кто уже совершенно готов, и мы, конечно, их с распростертыми объятиями должны принимать, а те, кто просто способен рационально мыслить, способен воспринимать информацию, способен аргументировать, способен слышать аргументы, то есть способен на общение. Вот вроде бы, как считалось раньше, еще в 90-е годы, для меня это как-то было очевидно, что самая большая ценность – это человеческое общение. Вот оказалось, что человеческое общение абсолютно убито нынешней информационной средой. Более того, еще произошел, как я тоже написал недавно, переворот. Негодяи и тупицы взяли власть, потому что негодяйство стало определенным фактором, конкурентным преимуществом в борьбе за власть и в борьбе за собственность. Это произошло буквально на наших глазах. Еще 15 лет назад это не было таким конкурентным преимуществом. Были всякие негодяи, но вот они болтались среди мошенников, уголовников, а вот этот переворот произошел прямо на наших глазах. То есть вот эти негодяи стали как такой антиэлитный отбор, подниматься все выше и выше, и теперь они составляют тот слой, который нами правит. А люди, которые имеют какие-то нравственные барьеры, какие-то знания, они уже там, вверху, в этих олигархических верхах, не нужны. Там так называемые эффективные менеджеры, которые полностью отказались от всех профессиональных знаний, даже если у них какие-то знания были, и полностью аморальны. То есть они приняли эти правила игры, и поэтому приняты как люди, которые допущены до этих верхов. Вот партия Родина была, наверное, последним экспериментом, когда вот эти люди пытались адаптировать национальную идею, как-то ее поглотить или подчинить. Больше они таких экспериментов не допускают. То есть вся вот эта официозная среда политическая, она полностью аморальна и полностью депрофессионализирована, потому что без этого они уже работать не могут. Невозможно быть эффективным менеджером, если ты не забыл вообще все, чему тебя учили. И как бы такой обратный стратегический переворот, революция, как я назвал там, революция чести и интеллекта, это то, о чем мы, может быть, должны начать говорить и собирать людей, которые просто сохранили способность мыслить, способность быть учениками, способность вот эту роль играть человека обучаемого. Мы должны знать вот эту границу. С этим не работаем, а этот еще способен. Эксперимент натурный. Вы же видите, а со всеми общаться нельзя? Со всеми нельзя. То есть те, кто проявляет неспособность, их, естественно, отсеют. Он проявляет неспособность, потому что с ним не пообщались. Не открыли, он отравлен. А с кем-то нельзя общаться с теми, кто уже мертв. Он уже духовно умер. Ну как нет? Они, я думаю, что девять десятых из тех, с кем мы пытаемся общаться, они уже духовно мертвы. И мы их, ну, Господь Бог, может быть, их вернет к рассудку. А мы вряд ли служим. Иисус, Иисус и общался с такими, на самом деле. Он общался не с праведниками, он именно с этими. И апостолы к таким людям шли. То есть, в первую очередь, надо с ними работать. А с теми, кто уже наш соратник, и он уже с нами согласен. И у него такие же ценности, как у нас. Смысл с ними работать? Просто собираться, чтобы работать вместе. А работать как раз надо с теми, кто далек от нас. И именно их надо просвещать. Если человек говорит, что стали наши все, то дальше смысл с ним вести диалог. Просто если некоторые люди узнают сразу, что ты против Путина, соответственно, они сами уже в нем будут общаться. Вот в чем проблема такая есть. А потом вот у меня друг есть, умный человек. Он говорит, вот наша цель – социализм. Вот я пытаюсь ему и так, и так объяснить, что социализм – это фикция, ее нету. Социализм – это отрицание частной собственности. Что за всю историю человечества только в Советском Союзе пытались что-то придумать. Вот он уперся, и все. Вот норвежский социализм, швейский социализм какой-то придумал себе идею. Вот как? Я не знаю, как с ним общаться. А ты ему скажи, что социализм – это вот как раз эти комментарии, где неровин. Это вот и есть социализм. Нет, конечно, общаться надо, искать надо, согласен. Я вот недавно, кстати, в компьютерном магазине познакомился с парнем, тоже такой фигур. Я ему говорю, вот хорошая книга, он тоже так все нормально обсуждает. Я говорю, ну вот ты начни читать. Он говорит, а с чего начни? Я говорю, вот есть хорошая книжка. Нашел ему в интернете «Народный монархия». Я вам сначала говорю, нужен царь. Да, вот это у меня бабушка тоже говорила. Я говорю, вот на, народный монархик. Я его работал, показал. У нас мало, чтобы вообще прочитать нам индивидуально. Как раз надо использовать ресурсы информационные, по которым можно общаться одновременно с широкой массой. Но поскольку на наших ресурсах люди, как правило, уже наши сторонники, наверное, надо работать с ресурсами, ну скажем так, не враждебными, не агрессивными, а ресурсами, ну людьми, которые несут приверженцы других ценностей, других каких-то правил. Ну надо вот, наверное, с ними. А если они уже приверженцы других ценностей, как мы с ними? Это уже Андрей Николаевич. Я же тоже в Великой России до того, как оказался, читал там Истархова. Мне нравилось, что у него написано там, в этого все. Ну потепенно я общаюсь с вами. Вы читали, да? А другие и не читают, и не собираются даже начинать читать. Ну, я читал тоже, не сразу. Я дожил там до 40 лет и стал читать. Извините, но в 30 лет я совершенно другим начинаю читать. Ну не мы же вас заставили, да? То есть, значит, у вас было это здоровое начало. Но тем не менее, какой-то вот я прочел национальный манифест, он не попался. Кому-то другому не попался национальный манифест. Но если человек в состоянии прочесть национальный манифест, я думаю, что если просто он в состоянии прочесть, то он уже наш. Даже если он скажет, что я здесь совсем не согласен, но он хотя бы мог это прочесть. К этому пути он постепенно. Человек тоже в начале что-то искать для себя. Понимать, что это не то. Искать что-то новое. И к этому надо готовить. Работать с этим надо. А смысл работать со своими? Ну будет у нас... Нет, я не говорю про только со своими. Чуть больше, чем сейчас. Но есть еще один... Если, допустим, ну не будет же у здравомыслящего человека, например, у того же коммуниста, в ценностях какая-нибудь гей-пропаганда. Но не будет она. Того же самого нет и у монархиста. И начать с каких-то общих точек соприкосновения, чтобы понять, что мы не такие сильные разные. Только время потеряешь. Да нет, это ничего не доказывает, что ли. Ничего не доказывает. Я уже сколько раз начинал. Я вам не могу сказать, что так. Я хочу просто сказать. Им не нужно доказывать свое. Для того, чтобы они приняли нашу идею, им нужно понять, что мы адекватные, и мы понимаем, о чем они говорят. Они уже будут прислушиваться к нам, которые идут к пониманию. Секунду, вы были монархистом, в 85-м году были монархисты? В 85-м нет. Нет, я был комсомольцем. Да. Интересно, вы как-то все-таки доросли. Ну что, было бессмысленно? А сами говорите, с ними работать не надо. Давайте, Марин, послушаем. А то мы все перебиваем женщину. Я, например, не стал умершим. Мне предложили в 87-м году уступить комсомолу. Но я сказала, что я не буду состоять партии, которая расстреляла царскую семью за голодуштоками, что мы с ними при мальчике. Таких, как вы, единиц. Да. А вот остальные были комсомольцами, а сейчас можно я продолжу умерзами? Я тоже хочу сказать. Но знаете, что даже националы-коммунисты, бывают, что люди, они как-то придумали сами себе какие-то сказки, и ничего ты им не докажешь. Например, что Сталин был верующим и православным человеком, что он все делал для русской нации. Семенарь учился он. Да, да, да. И преследовал евреев. Да, да, да. И что ты, например, таким людям не говори, что все равно они будут стоять на своем. Ничего ты им не докажешь. И, пожалуй, что это бесполезно. Знаете, что я заметил? А в чем-то, может быть, и есть. Мы с ними спросим. Естественно, что они как бы против. Там тоже какие-то парады, там против. Да нет, там не бесполезно. Не бесполезно. Другое дело, что у нас действительно у всех в основном какой-то остаются остатки совкового мышления. Поэтому, когда начинаешь с людьми говорить, у одного там вот это по приоритету, у другого вот это по приоритету. А, так сказать, когда начинаешь стыковать, и говоришь, а как же так же? Тут же связи нету. Они не стыкуются между собой. Они не понимают. Они не понимают. Они просто начинают отвергать. И просто говорят, нет, мы с тобой даже говорить не будем. Я говорю, давайте поспорим. Почему мы так же с ними общаемся? Я поэтому говорю, что самковый постепенно будет убывать. И поэтому нужно, я прав, я считаю правильно, нужно общаться. Нужно общаться. И нужно постепенно, так сказать, это плавно-плавно. То есть в природе нету острых углов, когда вот был такой, а потом вдруг стал монархистом. То есть идет все плавное. Потом у нас цель, власть. Ну как планируем? Нам надо будет всю страну потом обращать в свою веру. Надо сейчас уже начинать. Первый канал. Начнем с 10%. Андрей Николаевич, я сейчас расскажу. Интересно, не все читают Facebook. В общем, там у меня интересная дискуссия состоялась и такой, как социальный эксперимент. Ну, я написал один абзац. Я не знал, что такая буря вообще возникнет из абзаца, который просто из моих детских воспоминаний. Проконцовывал? Нет, не проконцовывал. Детские воспоминания о том, как нас кормили винегретом в пионерском лагере. Я просто описал меню пионерского лагеря, как я его запомнил. Как мы таскали хлеб из столовой, потому что жрать хотелось все время. Как вечером выставляли кефир, который невозможно было пить такой, он был кислый. Но были там герои, которые по 7 стаканов выпивали. Это просто был один абзац. И на меня обрушилась такая ненависть, что я просто из чаде ада. Что я нанятый. У меня даже написал Фефелов, который, значит, День ТВ, который написал, что ну это заказуха. Я ему написал, ну как, ну ты-то человек вроде как ближе к кормушке, там, как же ты, ты не можешь, как-то, вот может у вас там какая-то заказуха есть. Ну ты же как человек разумный, как ты можешь написать мне, ну другой какой-нибудь отморозок может, ну ты что, пишешь. Ну то есть люди восприняли это как оскорбление их каких-то самых светлых воспоминаний. Ну были люди, которые написали спокойно так. А у нас было хорошо, нас кормили от пуза, я вот помню, все замечательно. Но вот определенная часть, она небольшая, но они почувствовали какую-то солидарность. Поэтому все стали писать и каждый стал писать, что какие вот, какие были счастливые годы, как все было замечательно. И вот находятся вот такие вот, кто ненавидит Советский Союз, то есть уже такое обобщение. Написано было только про вот, значит, верно. Венегрет, селедку там и так далее. Вот. Небольшая часть, но они наиболее активны. Те, кто вспомнил примерно то же самое, они просто там поставил лайк и дальше пошел. Или написал, что да-да-да, я вот то же самое что-то припоминаю в одну строчку. А те, кто восприняли это как оскорбление, они там целые петиции, преисполненные там самой отчаянной ненавистью. Обвинили меня там, что я вот самый поганый либераст, что я вот ненавистник своей собственной страны, что я, наверное, еще и заукробандеровцев там и так далее. То есть все возможные обвинения, которые можно себе представить, вот все были. Часть я там в раздражении стер, что за идиоты пишут вообще все это. Как будут читать те, кто захочет в этой дискуссии поучаствовать. Часть стер, часть оставил специально как вот такие образцы интеллектуального творчества, мозгов, которые совершенно уже отключились. Но интересный эксперимент. Ни разу такого не было. Даже я потом уже написал, ну хорошо, я тогда выложу воспоминания, когда ты там написал о том, как я был в комсомоле, как меня принимали в комсомол, как я выходил из комсомола там уже в институте, что такое комсомол был в вузе и так далее. Написал там, как Ленина воспринимали в мои годы, когда я был еще юношей. Вот совсем не так, как воспринимают современные некоторые юноши, которым опять втюхивает этот марксизм. Ну, в моей памяти конец 80-х годов всем абсолютно было ясно, что большевизм это дерьмо, что коммунистическая партия это просто вот отстой полный, и никто с ними не хотел иметь дело. Вообще во всех слоях населения, во всех. И потом, где-то вот к концу 90-х годов возникла такая реабилитация. Сначала, значит, КПРФ, а потом и коммунистическая идея, что там вот Сталин, Победа, индустриализация, Великая Держава, полеты в космос и так далее. То есть возобновление советской пропаганды вернуло мозги в то вот искаженное состояние, которое вроде преодолели на какой-то короткий промежуток. Но поскольку вот эти разоблачители коммунизма оказались погаными либералами, то как бы вот люди переосмыслили, ну, наверное, вот мы поверили им тогда и были неправы. И фактически вот к концу, я знаю, социологию к концу 90-х годов либералы вообще не котировались, как и сейчас, но это менее 5%. А основная масса делилась примерно пополам. То есть сторонники традиционных ценностей, как бы всего охвата русской истории и сторонники коммунистической доктрины, там, сталинизма и так далее. Примерно пополам. Ну и люди, не определившись, которым наплевать там на все это, там, процентов 40. Вот 60% примерно делились, примерно пополам, между коммунистами и традиционалистами, там, консерваторами и вот где-то там болтались либералы. Но пришел Путин и все это снова вот забурлило, все перепуталось, непонятно где консерваторы, где либералы. И сейчас вот эта вот новая реабилитация коммунизма состоялась вот в общественном сознании, которое вот запутано, совершенно запутано либеральной пропагандой, от которой уже всех тошнит и люди ищут что-то иное. Вот иное это возврат снова там к сталинизму, к коммунистической партии, ко всей этой символике, которая уже не воспринимается с таким отвращением, как в конце 80-х годов. То есть вроде как отреклась страна от коммунизма, а сейчас опять вот возникла такая, как я сказал, ретроградная амнезия. Не было судам коммунизма, как германии на нацизме, поэтому все вернулось. Не было иллюстрации, не было суда, не было, когда ничего не было. И правят по-прежнему коммунизм. И те же правят, и советизация продолжается. Нет, ну вот мне, как кажется, так сказать, я уже это позволю куда-то там через все головы заглянуть, мне думается, что какие-то кардинальные там радикальные преобразования или сдвиги произойдут после, только после вот той колоссальной санации, которая на нас надвигается, не только на нас, а вообще на Россию. Мы вот сейчас попадаем из одной, будем так говорить, да, политической турбулентности в другую. Наш вообще номер во всех этих делах, что называется, 16-й. Вот я 25 лет варюсь в этой каше, четверть века, да, вот когда впервые используются такая временная единица, как век. Четверть века, полвека и век. И существенных перемен, будем говорить так, в нашу пользу не происходит. Мы из одной, позвольте мне так говорить, политической турбулентности счастлива или несчастлива, но переходим в другую. Вот то, что еще, когда вот говорят там, ну вот сейчас мы уже стали говорить о консолидации, избавились вот от этого ущербного слова объединения. Вот почему между объединением и консолидацией нельзя поставить знак равенства, это неподменно одного термина другим. Мы об этом говорили уже не раз, и еще раз нужно напомнить, потому что консолидация включает в себя процессы диаметрально противоположные объединению. Эти процессы, селекция, первый процесс, да, и вот затем ротация. Но все это возможно, вот то, о чем мы мечтаем, да, только лишь в деле. Причем в реальном деле, а не в его имитации. Вот когда началось реальное дело в Приднестровье, да, вот как прошла селекция? Никто не выбирал, никакая комиссия, не дай бог, не собиралась. Если бы нам кто-то говорил, поезжайте туда и воюйте, никто бы не поехал. Послали бы этих людей куда подальше, и все, кто посылает. Так вот, к нам приезжал, я просто хочу вам сказать о том, что нас обязательно настигнет. Вот когда началось реальное дело в Приднестровье, так и было тоже и в Воснии, там началась война, да к нам приехал запастков женский оттуда, из Террасполя, и просили нас туда приехать им помочь. И вот в чем состоялась селекция. Нас сидело много в зале, там порядка 50-60 человек. И когда мы спросили, не мы спросили, вот отдельные люди спросили, а где будем собираться, куда ехать-то? Вот, подошло всего лишь 6 человек и дали свои телефоны. Из 66, ну скажем 10%, 66, когда остальные остались сидеть, пошли по домам, там принимали теплые ванны и все такое, там ужинали и все такое. А из вот этих 6, когда пришло время ехать, я вот этот механизм вам излагаю, механизм селекции, не будет никаких комиссий. А из 60, когда пришлось ехать, я стал людей обзванивать. Один сказал, что вспахивает огород. Ну, уважительная причина остался. Второй сказал, что пишет диссертацию. Опять уважительная причина остался. Третьего жена к телефону не пускала. Я когда звоню, там где-то в углу попискивает, жена не пускает. Ну да, он мог мне позвонить. Да, да, да. Ну, еще там трое. И пришлось ехать одному из 60. Понимаете, как говоришь? Вот она селекция. А и много таких одиночек, много подвое приезжали туда. Вот селекция в чем состоит. Я почему говорю, вот то, о чем мы говорим, у нас сейчас какое-то преддверие. Мы вот то даже, то все не войдем. То опять как-то, образно говоря, там на крыльцо выходим, там покурить. Потом опять мы никак туда вонутрь-то не войдем. А уже ротация, ротация, которая пойдет, да, одни будут приходить, другие уходить. Потом еще очень много проблем будет, но это уже впереди. И вот весь этот пафос вот того, что я вам говорю, только, только лишь вот такая, еще раз повторюсь, санация, вот те радикальные перемены, которые обязательно будут. Ну и к ним каким-то образом мы должны быть готовы, еще раз готовы. Как мы не будем к ним готовиться, вот все эти события произойдут для всех нас очень неожиданно. Это и та, так называемая, революция февральская, там и 17-го года, октябрьская. И сами большевики признавали, что они, что это с ними случилось неожиданно. Даже тот же Блан Кулиянов планировал революционные действия много впереди. Он видел только отдаленную перспективу. Так и мы, сколько бы вот здесь ни говорили, но по мере возможностей мы должны быть готовы к этим испытаниям. А сейчас у нас говорить надо, что-то нужно предполагать, что-то нужно решать, что-то нужно планировать. Вот монархическое устройство в России, да, персонали, их еще не время говорить. Ну вот, собственно... А скажите, вот к вам лично вопрос. А как вы считаете, в Донбассе идет вот эта санация и селекция? Ну там она совершенно иного свойства. Да, идет санация, но санация антирусская. Да, да, людей убирают. И вы заметите, что вот эти... Вот смотрите... Убирают первую волну, по-моему. Да, ну это фронтальных людей убирают. И смотрите, что происходит. Убивают одного, убиты шесть полевых командиров. А все остальные вот создаются... Уже не в бою убиты. Да, не в бою убиты. Понятно, да. И создаются впечатления, что все как приговорены к расстрелу и ждут вот этого... Вот своего устранения, ждут вот этого своего убийства. И все ничего... Вот они прошли, они уже не на первых социальных этажах. Они где-то уже там третий, четвертый, пятый. Он под Москвой сбежал, и там убрал недавно. Смотрите, вот что им мешало объединиться? Мы опять на что напарываемся? Вот на такие диалектические загромерности. Мы говорили об этом не раз еще в начале нашей работы в партии «Великая Россия». И те, и другие шесть человек – это истые харизматики. У мозгового, у мозгового был батальон, шестьсот человек, это армейский батальон. Стрелковое вооружение, тяжелое вооружение. Ну, харизматики, именно потому что они харизматики, они не могли консолидироваться. Каждый остался сам по себе. И каждого убили последовательно. Вот это еще своего рода нам такой, знаете, так сказать, трагический посыл, когда будет необходимо консолидироваться, а не объединяться, вот с теми закономерностями, которые нас обязательно настигнут. Это не чьи-то изобретения. Так вот, надо быть и к этому готовить, готовиться и быть готовыми. Но вот даже в этот период наши, так сказать, лидеры политические не могут консолидироваться. А вот сведи их вместе, они перейдерутся. Дворость очень спорная. Тот же Моторолу участвовал в расстреле военнопленных. И это подтверждено самими людьми, которые были. Поэтому не надо делать ничего святого. Не бывают условия. Пленные не бывают условиями. Не бывают условиями. Нет, я к чему говорю, что в местах боевых условий. Просто не все так однозначно и просто. В Новороссии сейчас досады, бандитизм и уголовщик. Это Донецк. Да, да. Ну, и надо указывать пальцем на поле и командир. Никто. Подождите. Там криминальные дела. Был участвовал в расстрелах и владелью собственности. До этого еще как и Бэтмен. Я бы таких фактов не знаю. Ну как, это Бэтмен, Бэтмен, который погиб, тоже занимался режиссингом. Сейчас кривити много идет. Показали мне, показали его, как бы, что он занимался джемом машин в Бэтмен. Отправляли машину. Пленные командиры. Ну, это, допустим, я говорю, в местах боевых действий еще не то бывает. Просто сейчас говорить сложно. Не все так однозначно. Мир, он, не черный. Но это не оправдывает их убийство террористически. Это не оправдывает. То есть они должны... А мы не знаем, кто убил их Андрей Павлович. Не знаем, не знаем. Но можем предполагать, что без ФСБ путинского здесь не обошлось. Возможно. Если не они сами убивали, то они были в курсе. Ну, а наши говорят, что это опер-группа в смысле диверсии. Смотрите, мы вот там, как люди воевали... Зачем занимается наша ФСБ? В Приднестровье люди воевали, люди воевали. И тут же, в Террасполе, во время боевых действий идут бои. Там сторона через Днестр бьет и мы. И, значит, что получается? Они строят коттеджи. Коттеджи. Но те люди, которые не принимают никакого участия в боевых действиях. Кому мать в одно. И да. И при том коттеджи, которые обносят мраморными заборами. Там бассейны открыты. Вот кто ворует, вот кто отжимает. Там такой организовался торговый центр, назывался «Шериф». Это люди, которые не воевали, но которые завели колоссальный бизнес по всему Приднестровью. А пенять на боевых командиров. Там вот образовался некий комендант, бычка. Который как напьется, всех в бой гонит. Ну, надоело это терпеть. Я его последний раз видел, когда он остановил пазик с гвардейцами. Маленький автобус. Гвардейцам высадил и открыл огонь у них над головами из автомата. И потом этот комендант, и сейчас его убили и бросил в Днестровье. По поводу Украины стоит сказать, украинцы скажут. Там что же самое. Люди идут сами погибают, других убивают. У них оружие, танки не накачивали, прошли. И тоже ждут дупу смерти. Не поворачивают на Киев, они отоживали. Такая же ситуация, в принципе. Если бы мы жили в Русской империи, этого бардака и кабака бы не было.